Неспокойное 21 октября 2015 года жители Щелково-7 запомнят надолго. Несколько дней назад, вот на этом месте, возле дома номер 23 на улице Неделина, средь бела дня завязалась драка со стрельбой. Как установлено сотрудниками межмуниципального управления МВД России и Щелковское, между двумя управляющими компаниями «Альтернатива» и «Столица» назрел конфликт. В результате драки четырем местным жителям были причинены телесные повреждения. И неужели даже на это готовы пойти две организации в борьбе за право управления жилым фондом? Компания «Столица» утверждает, что зашла на управление домом на Неделина 23 по открытому конкурсу администрации района. Другая «Альтернатива» заявляет, что она полноправно управляющая организацией этого дома по результатам собрания жителей. По словам представителя администрации Щелковского района, конкурс, который выиграла «Столица», прошел легитимно. А документов от Государственной жилищной инспекции о законности собрания жильцов по выбору другой организации у них нет. По предписанию Государственной жилищной инспекции Московской области нас обязали выставить на квартирные дома, которые без управления, на открытый конкурс. После чего, по итогам которого, по данному дому Неделина 23, выиграла управляющая организация ООО «Столица». Государственная жилищная инспекция Московской области не проверила еще на данный момент легитимность управляющей организации «Альтернатива». Он должен быть официальным письмом. Нам такие документы пока не перестали. В результате инцидента со стрельбой сотрудники полиции задержали 5 человек в возрасте от 20 до 26 лет. Молодые люди приехали в Щелково из Тавропольской, Астраханской и Тульской областей и всего неделю работают в управляющей компании «Столица». А в Щелково что делается? Работал по трудоустройству, по трудовому двору. А где работали? Компания «Столица», УК «Столица». С места происшествия полицейскими изъято 4 газовых баллончика, 3 ножа, 2 электрошоковых устройства, травматический пистолет и 2 гильзы. В настоящее время следственным органам вынесено ходатайство о заключении под стражу задержанных граждан. По данному факту в Следственном управлении Межмуниципального управления МВД РФ «Щелковская» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Представитель управляющей компании «Столица» уверяет, их сотрудники ни в чем не виноваты и при себе оружия не имели. Наши сотрудники ни с ножами, ни с оружием, ни с шокерами не ходят. Спорными домами являются не только многоэтажки в «Щелково-7», но и жилой фонд на Дальнем Воронке. Жители дома 92 на улице Центральная, например, пострадали, лишившись окон. Ситуация напоминает лихие 90-е, однако на дворе 21 век и подобные проблемы должны решаться по закону. По данному делу ведется следствие. Сотрудникам полиции, видимо, придется сильно постараться, чтобы разобраться в деле. Мария Масайли, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».